друзья всем привет у меня красный маркер на мне красный костюм мы будем описывать красный бмв сдана она уже давненько но еще не доделана будут обязательно видосики сделаны но я наконец-то подвел итоги по ней посчитал сколько у меня чего ушло расходники там все почитал вчера сидел списочек вечерком такой писал прописал что-то ничего не забыть и сейчас я так накидал чтобы долго перед вами не писать я буду просто писать расходники сразу оговорюсь основные расходные материалы именно основные для покраски были использованы только леглер материалы включая шпатлевки я тут не указал потому что шпатлевок было использовано вот так вот на ноготь поэтому они как бы на цену никак не повлияют но все было по леглеру сторонними материалами пользовался только смывкой краски потому что у леглера ее нет и взял воск для защиты скрытых полостей потому что опять же на складе у нас у леглера ничего нет такого по моему вообще у них нет никаких восков ну да такое значится начнем с самого такого по в краскам лакокрасочный материал лак был mc 500 и у меня его ушло из того что я по банкам рассчитывал густого материала густого лак был 2 к 1 3 и 2 литра лака наносил с оголой четыре тысячи шестьсот сорок шесть два ноля ладно так скажу с дюзе 1 и 3 расход меня чуть-чуть огорчил то есть больше чем хотелось бы ну на такой кузов 3 2 литра густяка ввалить это сильно база high efficiency гидрофан цвет ему ларод 2 красный база у меня ушло в общем я открыл программку посмотрел готовой базовой краски с учетом что там разбавление 15 процентов идет 3 и 7 литра именно в литрах грунта ваш праймер я вылил фиксадур одну банку один комплект он идет один к одному то есть к литру литр фактически 2 литра я на весь кузов вылет там чуть-чуть осталось ну считаем полную банку грунта гринти филлер я сначала купил два с половиной литра и у меня было в литрушках разного цвета белый черный и я потом еще докупал одну банку в общей сложности у меня ушло четыре с половиной литра именно литра грунта пластик праймер я использовал только для пластика для двух бамперов и порогов с ручками там у меня ушло 250 грамм это именно в граммах потому что что-то в литрах что-то в граммах именно густого материала силера у меня ушло на получается подкапотник крылья внутри прокрашивал багажник внутри отсек прокрашивал потом я красил ему задние арки внутри юбку заднюю я там силером все обрабатывал короче в общем у меня ушло силера пол-литра это густого материала разводится он если по объему 2 к 1 разбавителя я использовал лехлеровский разбавитель 41 у меня ушло чтоб не ошибиться сейчас где у меня записано разбавителя ушел один литр и так в круг плюс-минус дальше для разведения силера я использовал сальвентную краску потому что колорируется силер только сальвентом сальвент брал adi upp густого материала у меня было 300 грамм в банке готового продукта получилось 600 он у меня весь ушел то есть у меня ничего от него не осталось из того что забыл изначально добавить по расходникам у меня добавилась липкая салфетка колодовская но она такая многоразовая все остальное сейчас перейдем это уже не касается химии имя как таковой а хоть касается больше всяких расходничков скотча 3мовского я его брал в ящиках полный ящик поэтому удобно считать у меня ушло 10 мотков скотча ширина у него 25 миллиметров колодовского скотча 50 миллиметров шириной который его там удобно кое-что заклеивать было отверстия всякие у меня ушел почти один моток напишу один моток потому что я в принципе вымотал пленок укрывных у меня правда не в пакетах я брал в матках но я посчитал по количеству раз накрывания я бы использовал пять штук пленок нормальных бумаги плюс-минус разные там широкая узкая у меня ушло примерно там опять же плюс-минус от 10 до 15 метров точно не высчитаю поэтому напишу 15 метров в общем широкой и узкой обезжирки сольвентной обезжирки у меня ушло 2 литра водной обезжирки у меня ушел 1 литр это на весь кузов 2 литра потому что я очень много проверял плоскостей их проливал смотрел на них поэтому это ушло много салфеток для обтирки и обезжирки моток бумажный ушел один моток и полипропиленовых салфеток которыми обезжириваем собираем уже перед покраской именно у меня шло где-то штук 15 примерно то есть плюс-минус я сейчас точно так не высчитаю потому что такие расходники где-то пополам порвала где-то полную взял сложно высчитывать смывки краски будьевской я ушарашил в эту машину две банки хотя толку от них было честно говоря никакого лишний трата денег но по факту расход есть есть воск аппешный я брал сразу пистолет под антигравий одну банку в шатал на весь кузов хватило полностью все нормально растворители для мытья пистолета инструмент там что-то отмывание потому что я отмывал обезжирку с кузова это и растворителем все смывал у меня ушло на всю машину 15 литров я его лил не жалел потому что надо там было полной сам было по умывать поэтому и инструмент как бы много 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 мытья поэтому вот так хотя если бы не лить на кузов я бы поместился где-то наверное литров так всем может быть до 10 дошел наполняк это чисто из-за вот еще плюс 5 литров из-за того что я смывал вот эти вот две банки смывки краски с кузова короче я попал в итоге добавилось растворителя пятерочка две баночки еще и наждачочек у меня пригодился перчаток в общей сложности разных перчаток если перевести их на хорошие резиновый колодовский ну где-то от 15 до 20 пар напишу 15 пар потому что с водой перчатки работают нормально с растворителем каждое мытье это перчатки выкинув pps а колодовских я потратил 6 штук 6 баночек это именно у меня уходили на от краски потому что красился я из и ваты использовал pps ки под воду лакировался с оголой у меня пока что нет переходника на с оголу под пипец ки так бы ушло больше 6 штук которые 750 миллилитров стаканы как бы недорого каждый стакан стоит чуть чуть больше евро вместе с учетом крышки поэтому посчитайте на полный покрас грубо говоря ушло тут 7 евро но если еще посчитать даже стаканы под лаки столько бы уже ушло 14 евро на полный покрас за удобство пользования у меня бы ушло меньше растворителя меньше перчаток не использовал бы вообще лейки кстати я не написал забыл лейки фильтрующие воронки напишу их так что где-то я их наверно 20 садил вообще про них забыл кстати это мелочь но тем не менее она как бы должна считаться потому что каждая мелочь стоит денег парель полироль использовалась визор номер трехтысячный у меня ушло 0 4 килограмма потому что это на меху было и тысяч на это финишка у меня ушло 0 1 килограмм на всю машину в принципе это немного полироли работает хорошо ее достаточно капнуть было буквально чуть-чуть переходим к наш дакам наш даков использовал два типа 3 мовский в кругах мерковских кругах скотч брайт и сейчас еще укажу сразу не написал опять же забыл то есть всего так вчера весь вечер вспоминал все что вспомнил написал сейчас вспоминается наждак еще в полосах я вот так нарисую сейчас посчитаем сколько примерно восьмидесяток у меня ушло на всю машину от 12 до 14 штук но я их могу пересчитать точно потому что по количествам элементов я помню сколько пользовалась плюс минус 2 там просто рвались скажем так сто двадцаток ушло 10 штук сто восьмидесяток ушло 13 штук потому что я на бамперах там их много засадил на бамперах на перечесе и так далее двести двадцаток я использую вообще немного буквально две штуки у меня ушло очень много ушло 400 и 600 4 соток ушло 22 штуки это на перетирку грунта и 6 соток ушло 12 штук это тоже все под покраску сейчас дойдем до листочков именно на брусок зеленого скотчбрайта именно в квадратиках я использовал три штуки красного скотчбрайта две штуки и серого скотчбрайта пять штук вмотал по полосам какие полосы я использовал там где подтирал чуть-чуть шпатлевки у меня было 150 к 1 она до сих пор кстати работает 150 к по 3м и одна штука далее по 3 ему было использовано 320 я их взял немного ими подчесывал капот двери там по-моему две полосы полных ушло две штуки 320 и мирков sky туда чтоб не ошибиться я всадил то наверное штук 15 15 штук но это половинок на короткий брусок то есть это если разделить на 27 штук полных полос и в принципе все все остальное что я мог написать это какие-то совсем косвенные вещи которые касаются не конкретной машины а вообще там анти даст он идет не на одну обработку камеры то есть на машины там какие-то фильтра используемые для очистки воздуха и так далее то есть это все конкретной машине не запишешь но имея вот такой список примерно это тот минимум который но именно минимум из материала я не указывал здесь инструмент который нужен для работы каждый может взять сейчас посчитать это перевести на свои материалы допустим лак такой объем то есть такого объема хватит по сути с любым пистолетом от красиса взяли свой лак посчитали три комплекта лака вам как бы хватит на машину какой будете использовать сами вы считали его стоимость база для красной машины как бы 4 литра готовой краски но это немного тем более для полняка совсем всем-всем посчитали пошли вашу красную краску там на рынке какую-нибудь какую-то фирму прикинули цену также с ваш праймером у лехлера не дешевый ваш праймер фиксадор который взяли обычный там боди вский какой-нибудь еще уж праймер он дешевле вы им отработали его на так сати расход будет меньше потому что у него пленка тоньше отработали спокойно показали результат ну и также дальше грунт наполнитель грунт по пластику силер это вообще индивидуальный подход кому сколько надо кто-то его вообще не используют и нормально себя чувствует тот кто пощупал его саньком поговорить то он его везде теперь льет он ему и там и там и там и везде нужен просто ленивый да ну да ладно по поводу скотча кто-то там вообще мотка скотча ему хватает на машину вот мне 10 мотков хватило на машину потому что я все клею скотчем у меня все клеится в бумаге расход скотча большой но не настолько же большая цена за скотч чтобы игнорировать его то есть я спокойно себе оклеился у меня нигде ничего лишний никуда не попала по пленкам никуда не деться бумага ну газетами можно заменить особо ленивым кто там тоже не ленивым особо экономным у кого времени много обезжирка как ни крути хоть так вот и так вам нужно без нее вы не денетесь никуда водную можно вычеркнуть допустим без нее на сольвенте можно откраситься спокойно салфетки но которыми протирайтесь обезжиривайтесь на этом экономить не стоит брать какие-то грязные тряпочки не стоит моток бумажных салфеток стоит там что-то наверное долларов может 61 моток купили его и забыли и вам его хватит на две машины я просто этим салфетками делаю все вообще поэтому у меня полный моток как бы и ушел смывка краски нафиг не нужно воск не для этих работ как бы малярки прямого отношения не имеет растворитель для мытья если вы как-то умудритесь очистить машину так чтобы не использовать растворитель у вас на мытью инструмента на полную покраску может уйти два литра растворителя вам этого реально хватит я просто моюсь так запасом и много снова с этой машины поэтому у меня расход большой перчатки есть уникумы которые работают без перчаток хотя стоит они копейки флаг вам руки и ногти вам покрепче pps ки не нужны обычный бачок можно помыть полироль это каждый уже использует кому что надо по поводу наждаков берем допустим не 3м какой-либо другой наждак который гораздо дешевле у вас вот эти цифры с 12 для полного снятия машины полного снятия в круг превращаться с 12 примерно где-то на 80 штук примерно потому что самый дешевый собрать ну ладно 80 перегнул на штук 60 вы точно в машину в шарашите чтобы снять ее полностью до металла на всю машину 12 штук ну ладно 120 кита может где-то в 10-20 вместитесь 180 также там 20 подойдете 220 это этом чё-то чесал вот не помню куда его используешь у меня две штучки вообще он как бы не нужен был тут потом нужно после грунтования 320 на рубанке 400 и 600 на машинке перебиться все скотч брайт он стоит не так уж дорого его надо не так уж много я на машине просто поскольку учёсывал все проемы все внутрянки поэтому у меня ушло много зеленого красный как таковой нужен под грунт тут как не крути на машину два листа уйдет и серый это где-то грунт потом мотовать под покраску ну я запасом он просто у меня по пешком был какой-то мягкий жидкий разваливался поэтому пять штук уволил для полировки еще не указал трезак трехтысячный ну скажем так круг хотя я его там вручную использую то есть он еще живой но для этой машины надо было его купить и там от мокрого листа для работы по мокрому двухтысячного у меня ушло буквально четвертиночка это его только кратерочки которые там были поверхностные пальцем подпиливал все больше на бэху как такового не ушло ничего кому интересно напишите список примерных цен по вашим материалам я сам все равно конечно сяду себе в голове прикину сколько это в деньгах было и потом может быть как-нибудь это на стриме обсудим всем пока а